Предполагает, что сначала мы показываем человеку ту субличность, которую он ожидал увидеть. Помните, да, что человек обращается из одной субличности и как бы предлагает нам занять какую-то определенную. Значит, вот мягкое взаимодействие предполагает, что мы так и делаем, показываем человеку то, что он хочет увидеть. Сначала. Что это значит? Значит, проще всего это рассмотреть как игру в волейбол. Вот есть прием мяча и отправка мяча. Вот разделим как бы так на две части. В волейболе так не совсем принято, там как бы прием предполагает автоматическую отправку, а мы разобьем это как бы на две части. Вот к нам летит какой-то мяч, мяч это чужая коммуникация. И мы сначала принимаем эту коммуникацию, а потом как бы отправляем ее, да? То есть принимаем, мы даем обратную связь какую-то и отправляем это, мы обращаемся как-то к нашему собеседнику. Понятная идея, да? И вот что такое мягкое взаимодействие? Мы осуществляем прием из той субличности, которую человек ожидал увидеть, а обратную коммуникацию на уровне взрослого. Почему? А мы с вами говорили, что переговоры, в принципе, наиболее ответственно проходят в ситуации взрослого. Именно когда ваш партнер в ситуации взрослого, он отвечает за свои слова. Он ведет себя конструктивно. Он не ведет социально-ритуального диалога. Вспоминайте, что об этом. Потому что он с ответственностью относится к вам и к себе. Что это значит? Ну, допустим, человек ведет переговоры, исходя из только исключительно родительской позиции. Мы уже с вами говорили, родительская позиция предполагает превосходство. То есть человек чувствует себя выше вас. Что он как бы царь горын. Он разводит ситуацию, как ему удобно. И тогда он может говорить вам такие социально правильные вещи, при этом не собираясь за них отвечать. Ну, например, это может выглядеть, например, позиция такого заботливого родителя. Да, конечно, мы рассмотрим ваши предложения. Они очень интересные, очень нам понравились. Они нам очень... Да, конечно, спасибо, что к нам приехали. Да, вот такая вот позиция родительская. Мы можем уже решить шопеньки здорово, когда фактически все хорошо. Сделка у нас в кармане. Но за этими словами ничего не стоит. Человек просто вот так вот отгораживается вот в такой форме от разговора реального с нами. Поэтому мы не можем допустить в принципе, чтобы с нами вели переговоры из любой ситуации, кроме взрослой. Понимаете, если человек себя считает родителем, значит нас он считает ребенком. А ребенка можно обмануть. С ребенком можно не обо всем говорить. Детям рано знать или все знать. То есть родитель себе зачастую позволяет с ребенком вести себя так, как он никогда не позволит вести себя с такими же, как он. Да, потому что вроде бы он выше ребенка. Он лучше ребенка знает, что ему надо, что ему не надо. И если мы позволяем, чтобы переговоры с нами вели из родительской позиции, то мы можем приготовиться к тому, что ни о ней договоренности соблюдаться не будут. Обещания будут нарушаться. Человек будет выдавать какие-то фразы, из которых ничего не следует. Выдавать нам необоснованную, непроверенную информацию. То есть разговоры будут, знаете, такими достаточно бесполезными. То есть они пройдут бесконфликтно, если мы будем родителю все время показывать ребенку, что хочет родитель, например, послушному. Вот родитель хочет видеть ребенка, и так он будет с позиции сверху с нами разговаривать, а мы ему будем все время это показывать. То фактически переговоры пройдут бесконфликтно, мы не поссоримся. Мы осуществим подстройку, но после этого фактически окажется, что ничего мы не добились. То есть переговоры пройдут бесконфликтно, гладко, хорошо, но бессодержательно. Поэтому нам надо, чтобы человек с нами разговаривал как со взрослым. А разговаривая со взрослым, человек уже более взвешенно относится к ситуации, реально что-то проглядывает, реально анализирует, отдает отчет своим словам. То есть отдает как-то ценности, не болтает просто так. Вот что важно. И поэтому это, так сказать, довольно интересная позиция. Но человека туда надо вывести. Поэтому мягкое взаимодействие предполагает прием мяча из субличности, которую еще хочется увидеть, а отправку мяча из среднего уровня субличности взрослого. Среднего исходя из того, что мы обращаем ваше внимание на картинку. Там поскольку расположены субличности вертикально, то мы говорим средний уровень, подразумевая уровень взрослого. Обратите внимание, взрослый расположен как бы в середине. Итак, родительская позиция, отправка мяча идет сверху вниз. Мы ее принимаем, мяч из позиции ребенка. Потом как бы переходим на средний уровень и отправляем мяч из позиции взрослого. Тут опять вернемся к распознаванию. Чем же определяются субличности на самом деле, субличностные позиции. Очень часто они определяются, как мы уже говорили, эмоциональностью, а именно интонацией. И интонация определяется внутренним состоянием. Внутреннее состояние как бы определяется правым полушарием. И зачастую, боясь конфликта, избегая конфликта, сталкиваясь с родителем, мы под него подстраиваемся. Есть такой термин подстройка, показ человека того, что он хочет. Но в этой подстройке проводим все время. И все время разговариваем, например, с позиции ребенка. Тогда переговоры, как мы уже говорили, бессодержательно. Поэтому мягкая форма, мы принимаем мяч снизу и обратно отправляем на уровне среднем. В чем цель такой методики? Идея в следующем. Человек же тоже с нами разговаривает и, видимо, заинтересован в каком-то результате. Напомню, что переговоры изначально предполагают некое равенство партнеров, а именно равенство в смысле какой-то взаимной заинтересованности. Вспоминайте, да? То есть, если никакой заинтересованности у вашего партнера нет, это не переговоры. То есть, тигр не ведет переговоры с кроликом. Если вы себя ощущаете с кроликом, не надо вести переговоры. Отдайте все, что имеете. И может быть тигр на время умилости лица. На время. Поэтому мы предполагаем, что наш партнер тоже как-то заинтересован. Хотя, может быть, это скрывает. Может быть, не настолько, как мы. Но, тем не менее, некая заинтересованность есть. Отсутствие заинтересованности, напомню, полное отсутствие базы для переговоров. Именно для переговоров. Итак, мы предполагаем, что наш партнер тоже в нас заинтересован. Изначально базовая посылка. Потому что иначе это сдача на милость победителя. Лечь на спину, лапки кверху и, может быть, не всего съедят. Раз он заинтересован, то на чем строится наш хитрый стратегический расчет. Итак, партнер к нам обращается из субличности родительской. Мы решили такую модель. Мы подстраиваемся из позиции ребенка. Значит, партнер испытывает удовлетворение от контакта. Он увидел то, что хотел. Теперь мы к нему обращаемся уже из позиции взрослого, показав ему сначала ребенка. То есть мы ему предлагаем тоже занять позицию взрослого. Какая у нас есть надежда? Что, желая сохранить контакт, который возник, наш партнер последует за нами. Понимаете, в чем идея? Вот он как бы увидел то, что хотел, появилось удовлетворение от контакта, то есть транзакция, коммуникация. Теперь мы немножечко меняем наш спектр. То есть начинаем говорить с человеком из позиции взрослого. Возникает некоторый дискомфорт, потому что родители ожидают видеть ребенка. И есть надежда, что чтобы убрать этот дискомфорт, человек последует за нами на взрослой уровне. И опять будет все хорошо, мы будем опять очень конструктивно хорошо на личностном уровне общаться. Вот на этом основан механизм. Конечно, следует понимать, что человек вовсе не факт, что он сразу последует за нами. Да, то есть это... Да, то есть это...